Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 1 июня 2015 года, выпуск номер 40. Всем привет. Всех с первым днём весны. Может быть, лето? Чёрт, точно лето, я чё-то уже упоролся. Я так думал, как я начну, вот это всем пожелаю. Ну да, действительно, весна пришла, 30 градусов сейчас в Челябинске. Да, у нас хорошая такая весна. И давай, Никита, объявим громкие темы. Давай. Первая тема, мне кажется, громкая. Твиттер удалит часть контента по требованию Роскомнадзор. Да, следующая громкая. Чувак распечатал фотографии из Инстаграма и продал их по 90 тысяч долларов каждую. Ну, немного про курсы от Яндекс Вебмастера поговорим. Блин, как-то это сильно прям круто. И погнали. Да, у нас наша первая, естественно, тема. Без лишних слов, просто... Ну вот так вот получилось бодренько. Как и всегда. Тебе, кстати, как Никита сегодняшняя бойка? Мне... Ну я не знаю. Я не знаю, что сказать. Она таких цветов, как бы, вроде гнетущих, да? Но вроде там вдаль такой вид. Я не знаю. Меня воодушевляет. Не знаю. Прям как-то хорошо. Хорошо. Несмотря на то, что я не очень понимаю, где это, но делаю ставки, что Нью-Йорк. Ну да. Прям вот вангую. Ладно. С места в карьер начинаем с твоей новости. Она твоя, кстати. Моя новость. Твиттер удалит, напомню, часть контента по требованию Роскомнадзора. Да, Мегамозг нам передает. А именно пользователь с ником Маркс. Какой-то, видимо, известный здесь чувак. Я, когда прочитал тему, ну, точнее, когда я вообще прочитал новость, знаешь, вот мне кажется, что так не... Что Твиттер засал. Что так... Не, мне кажется, что так не бывает просто. Вот знаешь, вот мне кажется, это вранье. Или даже не вранье, а вот Роскомнадзор, да? Вот они хотят, чтобы Твиттер удалили 53 ссылки, которые они там посчитали. Типа, которые про экстремизм. Ага. Вот, и там экстремизм, перечисляю, типа, о наркотиках, о суициде, о порнографии детской. Ну, вот такого плана. Ну, то есть, совсем и не экстремизм вовсе, да? То есть, это... Получается... Нет, подожди. Я думал, Роскомнадзор, они уже не парятся за такие темы. Они парятся за темы, там, политические какие-то. Еще что-то. А тут... Ну, вот кому наркотики... Нет, тут вспомни, как GitHub блокировали за суицид. Суи... Так, а тут... Суицид и Экстез знаменитый, который все форкали и... Я помню. Я помню. Ну, а че? Вот мне интересно. Это реально на кого-то влияет? Мне кажется, у нас уже... Понимаешь, к сожалению, так получилось, что из-за того, что Роскомнадзор назвался груздем, ему приходится теперь полизать в кузов периодически. Ты имеешь в виду, там, самого провинившегося мужика в Роскомнадзоре послал... Давай про наркотики что-нибудь найди, чтобы мы хотя бы... Я даже не это имею в виду. Я имею в виду, что они, для того, чтобы отчитаться о работе перед депутатами, сказали... Чуваки, мы теперь... Мы следим. Все в интернете, все нормально. Мы следим. Если что, можете отправлять нам. Вот в Твиттере суицид нашли. Нет, нет. И... И... И начали отправлять. Им приходится теперь реально работать. Они даже и не думали, что придет, что кто-то будет что-то отправлять. А тут они... Они каждый раз... Ящик, привет? А именно ящик просто. Хоть бы сегодня ничего не... Нет, опять в Твиттере все три ссылки. Опять им писать, звонить, там, говорить, что-то удалять. Так это, может быть, партнеры с Западом отправляют, чтобы к тебе не заскучали. Все может быть. Я не знаю, чтобы они не отвлекались. Точнее, наоборот, чтобы они отвлекались от того, чтобы за чиновниками, например, следить. Вот это все. Ну вот, вот и тем не менее. Короче, оказывается, Роскомнадзор все-таки влияет на Твиттер маленечко и заставляет удалять ссылку. Я помню, что была новость, что Твиттер делает российское представительство реально. То есть будет офис, не знаю когда, по-моему, осенью. Твиттер Раша. Чтобы они, видимо, их дрочили там прямо. Возможно, в Роскомнадзоре прямо офис, они там третий этаж какой-нибудь откупят. Их неведомственная охрана будет охранять, потому что, ну, опасная деятельность у нас в России. Твиттеры. Ну. Твиттером заведовать. Вот. И я так понимаю, чтобы как раз упростить. То есть они реально идут на попятную сильно, эти компании. Но я про Твиттер. Ну да. Фейсбук вот на Украине отказался открывать офис. Сказал как бы нет. Ну. Не будем. Им, видимо, пока опасно там. Да. Возможно, там пока горячо. Не знаю. Ну давай, чё, к следующему. У нас сначала... Подожди, подожди. Я же хотел сказать, что у этой новости комментариев нет. Ага. Ну да. То есть, на самом деле, здесь два варианта у нас с тобой. Первое. На Мегамозге нет комментариев. Да, конечно. Ну я не знаю. Давай, давай другую какую-нибудь эту. Я уверен, что есть. Просто суть в том, что... Возможно, Роскомнадзор... Да, здесь есть комментарии. Но, видимо, Роскомнадзор удалил комментарии. Так это все 53 ссылки. Это всё комментарии к этому посту. Скорее всего, да. Потому что тут они ещё... Даже если не знаешь, что комментариями между похожими публикациями и что обсуждают... Что обсуждают, что делать. Угу. Такие хорошие здесь новости, в принципе. И не заметишь даже, что тут должны быть комментарии. Но вот, кстати, похожая публикация была 27 мая, то есть пару дней назад. Вице-президент Твиттера едет в Москву для встречи с Роскомнадзором, Минкомсвязи и интернет-омбудсменом. То есть, понимаешь, они уже выехали прямо по полной. А, то есть они это за кружечкой чая решили? Скорее всего. За кружечкой ирландского или шотландского чая. Ага. Колин Кроуэлл, вице-президент компании, провёл несколько рабочих встреч с представителями Роскомнадзора, Минкомсвязи и интернет-омбудсменом. Видимо, ему 53 ссылки на бумажке А4 распечатали и протянули. И потому что вот это было 27-го, 28-го он провёл, и теперь новость от 29-го, что Твиттер удалит часть контента. Ты понимаешь, что сам вице-президент поехал? Ну, это серьёзно, да. Потому что суицид — это не шутки. И детская порнография. И наркотики. Да. Ну, наркотики — это шутки, конечно, но тем не менее. Окей. Следующая новость тоже с... Чёрт, как это назвать? Консорциума. Тематические медиа. Я думал, ты скажешь, с юморным уклоном. Ну, это как сказать с юморным? Кто-то-то и не смеётся. Художник распечатал чужие фотки из Инстаграма, продал их по 90 тысяч долларов на выставке. Охренеть. Да, здесь наши уважаемые слушатели из iTunes'а не видят, но вообще, мост ли тёлки на фотках? То есть, я бы сказал, даже одни тёлки. Скорее всего, чуваки, которые аналитикой по Инстаграму занимаются, говорят, чувак, там 80... В Инстаграме, в принципе, одни тёлки. Вот, да, да, да. Он как бы случайно это сделал. И еда. Ну. И, собственно, там вон тёлочка, типа в ошейничке по БДСМу, типа лакает молочко из кошачьей миски. Так что, технически, это тоже еда. То есть, да. Художник и фотограф Ричард Принц устроил выставку своих работ под покровительством журнала современного искусства «Фриз». По-немецки, если считать «Фриз», по-английски «Фриз», не знаю. Я думаю, что вряд ли это по-английски. Ну, журнал современного искусства. Возможно, они язык тоже как-то по-современному понимают. В одном из купленщиков выставочных залов в Нью-Йорке, бла-бла-бла, работы были оценены посетителям, очень быстро раскуплены. То есть, это не Абык Туа, а художник и фотограф Ричард Принц. То есть, как минимум, это добавляет стоимости. То есть, именно те фоточки, которые он выбрал, значит, они реально крутые. Ну вот. То есть, он также договорился с журналом современного искусства. То есть, это дополнительная реклама, её всё надо было оплатить. Поэтому из этих 90 тысяч долларов он пополовине отстегнул с каждой картины журналу, скорее всего. Ну и чуваку, который разрешил сделать вообще эту выставку. Ну, да и там просто они за аренду отдали, я думаю. Кого нафиг? Так нет, смотри, смотри. Если бы этот чувак, который разрешил ему сделать выставку, там чуть ли не в самом главном, там, в Холле. Кто этот чувак? Там написано, там какой-то чувак практически с грузинской фамилией, который просто владеет помещением. Художника приютил Ларри Гагасьян, торговец предметами искусства, владеет крупной международной сети галереи современного искусства. Ну, армянин хорошо. Армянин. Да ну, господи, он ему за аренду просто заплатил и всё. Да он, мне кажется, они знакомы. Тем не менее, Гагасьяна понравился проект. То есть, он бы кого не берёт. Если я просто приду ему, чем он дан денег, да? Ну, это же современное искусство. Там не бабки решают, а фотографии бабок, видимо. И не по 90 тысяч долларов. Естественно, да, не бабки решают. Ну, так вот, опять же, для наших слушателей здесь не просто фоточки квадратные. Здесь скрин полностью, так скажем, кард. То есть, имя пользователя. Ну, оформлено, как Инстаграм на телефоне. Сколько там часов назад выложено. Картиночка и первые 2-3 комментария. Ну, и, соответственно, там лайки. Сколько там тысяч миллионов лайков. То есть, оформлено полностью, как в Инстаграме. Блин, ну вот, я ничего не могу с тобой поделать, реально прикольно придумал. Ну, да. Вот, представляешь, такую повесить? Это круто. Это и есть современное искусство, понимаешь? Есть. Я прям готов сейчас 90 тысяч выложить свои свободные. Так да. Одни из. Они не дураки там сидят. Да, здесь, кстати, есть еще скрин телочки с ником DoeDeer. Угу. Вот. Она написала... А, она кинула фоточку, опять же, в Инсту. Фоточку. И на этой фоточке ее фоточка, что, типа, одна из фотографий, которую выбрал этот чувак, это ее фотка. Вот. Там она с куколкой. То есть, там баба такая экспериментальная, с синими волосами. Причем здесь уже видно, что у нее на авке уже она же с фиолетовыми волосами. Может быть, парики. Я тут как бы не берусь утверждать. Так вот она пишет. Что, типа, я вот думаю, все-таки запастю сюда, раз мне и так все пишут смски. Типа, да, мой портрет действительно, типа, был выставлен на этой выставке. Да, типа, это просто скриншот. То есть, он не нарисован, а просто отпечатан на А1 там или на чем-нибудь. Угу. Нет, я, типа, не давал своего разрешения Ричарду Принцу, но он его все равно выложил. Типа, да, ее уже продали за 90 тысяч долларов, как мне сказали, типа, во время VIP-превью. То есть, на самом деле, видимо, когда экспозиция открылась уже для широких маск, все картины уже были распроданы на предварительных показах, видимо, для чуваков, которые хотели. Нет, типа, я не собираюсь ему ничего предъявлять, и нет, я понятия не имею, кто именно, типа, мою купил. И самое важное, это хэштеги. Life is strange, modern art, wanna buy an Instagram picture. Угу. Блин, классно, я прям не могу. Ну, это говорит о том, что, в принципе, любую хрень можно продать. Да, особенно если грамотно пропиарить. Ой, есть же очень много статей, которые развенчивают миф Малевича, что он такой гений, что до него уже сто раз делали черный квадрат, разные квадраты, но только он грамотно это пропиарил. Прям очень много про это говорят. То есть, я не знаю, завистники, не завистники, но есть просто реальные факты. Практически, что там еще один там художник там в Европе уже тоже это рисовал, выставлял, его видели, но не бомбануло, потому что, видимо, модный журнал о современном искусстве тогда о нем не написал. То есть, естественно, все в нашем мире решает только пиар, поэтому... Ну да, там сколько всяких теорий вокруг этого квадрата, типа, что это там означает телевизор, мы смотрим потом монитор, что он предвидел, что мы будем смотреть на этот квадрат и там, ну короче... Да, да. Ну, надо сказать, фотография действительно интересная. То есть, там нету откровенно какого-нибудь говна, там, борщ. Мой борщ сегодня, там, моя кошечка. Да просто носков. Ну, хорошо сейчас было, да. Причем, я про певца носкова. А, ну... Ну, давай к следующей нашей новости. Мы все про Windows. Про Windows, короче, 10. Так, 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 так. Мы часто про него говорим, что же еще такого интересного может быть. И самое интересное, наконец-то, 29 июля выйдет Windows 10 полностью. Не то включил. Черт. Мы хотели все сделать четко, и я не то включил. У меня сейчас как утелки, дворнички задергались, поворотнички включились. Я... Вот это я хотел включить, все. Но и тем не менее, короче говоря, все, кто обладатели семерки и 8.1, почему-то они 8 не хотят, что типа все, кто 8, они обновили. На 8.1 был бесплатный апдейт, поэтому у всех, у кого есть 8, у них есть 8.1. Ну, вот, короче, я не знаю, какая аудитория вообще людей покупает, но тем не менее, кто-то покупает. Ну, мы покупали. Да, да. И вот... Была прямо скидочка, полтора рубаса для владельцев семерки. А полтора рубаса в мире Microsoft, это дешево. Поэтому... Кстати, да. Да. И вот они могут спокойно обновиться. И да. Хотя мне уже, мне уже в трее прилетел квадратик, что там все, круто, квадратик. Забронируйте типа себе апгрейт. Я не знаю, кончатся они или не кончатся, если они забронируют. Там, конечно, там как колбаса, опять же. Скорее всего. И как билеты на DubDubDC, о которых мы через неделю будем говорить в подкасте. А может быть через две. Я точно не помню, когда там основной кейноут. Может быть он как раз в тот день, когда мы будем вечером. Я думаю, здесь больше ничего не надо про эту венду говорить. Как обычно, там все будет картана, все-все помнят. New browser, самое главное. Будем смотреть. Да, да. Мы с тобой уже видели, там все прям вообще шикарно. Мне очень нравится. Ну давай... Есть, кстати, есть скрин семерки, в которой тоже уже предлагают. Да? Да. Тут вот скриншот в семерочке. Видишь, по пуску можно судить, что это семерка. И вот типа в трее так же, как у тебя. Windows 10 is coming, get it for free. Круто. Да, продолжаем. Наши темы SEO вебмастерские, так скажем. Все уже говорят про Минусинск. То есть и сегодня конференция была, не сегодня, неделю назад. Вебмастерская Яндекс. Там рассказали первые результаты запуска алгоритма. То есть они, естественно, специально его запустили под конференцию за полторы недельки до, чтобы уже немножечко об этом сказать. На самом деле я подписан на несколько таких вебмастерских рассылок. И почти все сейчас начинают оправдываться. Я не буду называть названия сервисов, чтобы их не рекламировать, потому что а то сейчас у них продажи вырастут вдруг с нашего подкаста. Не дай бог. Да, не дай бог. Так вот, очень многие, они начинают оправдываться сильно, что типа вот нет. Ну, естественно, сервисы для закупа ссылок, как вы догадались, разные. Типа не-не-не-не-не, вот наши клиенты точно не пострадали от минусинской. Они там приводят кучу графиков, что там все круто, что у некоторых только выросло после минусинской позиции. Что все прям... А те, кто резко сняли, у тех Яндекс спалил, что они резко сняли, и их еще больше пессимизировал за то, что они такие лохи и пользовались ссылками. Не знаю, насколько это все правда, но вот Яндекс на вебмастерской сказал такие вещи. В назовном порядке, может быть, какие-то сейчас обсудим, но вот да. Письма с уведомлением о наличии SEO-ссылок получили 9000 сайтов. Письма пришли как в страницу webmaster.yandex.ru, так и на почту, ну, к самим вебмастерам, которые привязаны туда. 37% сайтов уже существенно сократили количество ссылок. Зассали. 488 сайтов, хорошо, хоть не 1488, попали в первую итерацию алгоритма. На самом деле не так много, видимо, самые злостные чуваки. Наверное, да. Вторая и последующие итерации пройдут без писем с предупреждением. В смысле, это, то есть, сразу тебя забомбят? В смысле, письма-то уже всем отправили, не только 488, а всем, кто ай-яй-яй. И второго предупреждения не будет, тут как бы об этом. Ё-моё. Что, типа, несмотря на то, что в первый раз вы не попались, если вам письмо пришло, то, скорее всего, попадётесь в итоге. Вот в этом смысл. Пока ещё ни один сайт не восстановил свои позиции. Из вот этих 488. Не так-то просто отмыться, они имеют в виду. А мне просто, вот просто какого типа сайта хочется увидеть? Здесь есть, здесь, чёрт, не здесь, возможно, есть. Ага. Ну, то есть, какого полёта птицы? Там прям большого полёта птицы. Я не помню, где-то, где-то было. Я просто сегодня уже несколько ссылок про Минусинск смотрел, пока готовился к подкасту. Там были названы имена. Угу. Короче, это не тайны под семью печатями. Но я тебе не могу сказать. Какие? Ну, это не тайны, наверное. Мимо, мимо ушей пропустил. Но знаешь, уровни там сайтов казино Вулкан, там какие-то. То есть, реально, с гигантским трафиком сайта, они попались. Ну, в смысле, нет легальных каких-то. Ребят, ну, реально, то есть... Ну, кто его знает? Я не вникал. Какой-нибудь DNS-шоп не могут? Не знаю, может быть, и могут. Может быть, это вот во второй волне будет. Понял. Будем следить за новостями. Если будут какие-то громкие такие вещи, то, во-первых, скорее всего, напишут на Хабре. Угу. Или где там, на GeekTimes. Угу. Ну, где-нибудь напишут, наверное, всё-таки на Мегамозге, раз это типа марки. Про банки. Да, не знаю. Так вот. Для SEO-ссылок в базе Яндек... Точнее, не для, а для доли. Доля SEO-ссылок в базе Яндекса сократилась на 21,7%. 22, то есть, процента почти доля ссылок сократилась. Причём SEO-ссылки, это такое определение именно Яндексовское. На этой же конференции было дано определение, типа. Причём там тётенька, которая об этом говорит, блин, надо было тут тоже в тему добавить. Но я просто... Это такие глубокие вещи. На самом деле, не очень глубокие. Но, короче говоря, да. Тётенька сказала, типа, ну, SEO-ссылки, это вот те, кто их покупает, они все знают точно, о чём мы говорим. Поэтому я даже не буду пояснять. Половина сразу в зале заулыбалась. Вышло, может быть, некоторое. Вышло, суетилась как-то, в туалет захотели. Их пристыдили, как детей, они, да. Доля покупателей SEO-ссылок в топ-10 сократилась на 12,5%. В топ-10, видимо, суперкрутых сайтов. То есть, кто-то всё-таки зассал. Ну, кроме того, что 37% сайтов уже существенно сократили количество сайтов. Платон даёт однозначный ответ, находится ли сайт под Минусинском. То есть, не будет вот этих уклончивых. Ну, смотрите там, как у вас там чё, когда ты ему пишешь. А правда, что мой сайт под фильтром? Ну, мы как бы не знаем. Скорее всего, может быть. Вот вы почитайте, что должно быть, чтобы ваш сайт не был под фильтром. Если вот у вас не выполняется, то он не под фильтром. Вот тут откровенно, точно он отвечает. Если ссылка полезна пользователю, она считается хорошей. Понял. То есть, у них есть какой-то алгоритм ранжирования ссылок. Не только уже сайты, но и ссылки ранжируются по степени гадкости, отвратительности. Полезности для пользователя. У Яндекса нет цели забанить весь интернет, поэтому алгоритм пессимизирует сайты последовательно. Яндекс даёт вебмастерам возможность понять, что теперь всё серьёзно, и одуматься. И начать просто оплачивать директ, без всяких каких-либо... Вот, вот, кстати, я и об этом. То есть, получается, это не отвратит людей от Яндекса. Это, наоборот, принесёт им бабки, получается. Правильно? То есть, никто не скажет, да ну этот Яндекс нахрен. Да, конечно, принесёт. Ты понимаешь, как... Ты-то скажешь, да ну этот Яндекс нахрен, а твои пользователи не скажут. А пользователи... Дядьки и тётьки, которые хотят твои рыболовные снасти купить из твоего магазинчика провинциального под Москвой. Ну да. Если у тебя есть собственный сайт, и ты закупал на него ссылки, тебе придётся крутиться, потому что Минусинск не лечится переездом на другой домен. Я не представляю. Как? Я не понимаю. Я не понимаю, как. То есть, они тебя найдут всё равно. Я тебя найду. Возможно, да. Тебе надо бренд сменить, имя, личность, ОИНН, КПП, ОгрНИП. Все номера, всё сменить придётся. Не знаю. Яндекс не планирует запуск инструмента для отказа от ссылок, как, например, Диселау Линкс. Диселау Линкс у Гугл. Ну, то есть, нельзя будет где-то у них зарегистрироваться и сказать, да ладно, всё, давайте я только сам не буду это делать. Вы уберите мне все ссылки, я больше не буду. Вот такого не будет. Яндекс, они учат. Они только ссылку на Директ оставят тебе, и всё. Злодеи, злодеи. Вот такие у нас Минусинск вести с полей. Кстати, продолжая тему Яндекса, Никита тоже имеет кое-что сказать по этому поводу. Да, а я скажу, что не знаю, к чему это ведёт, но... Запустились обучающие курсы для владельцев сайтов. Ты сейчас доскажешь, когда я тебе скажу, к чему это ведёт? Именно для владельцев сайтов. То есть, они называются примерно типа основные принципы индексирования. То есть, чтобы владельцы сайтов понимали вообще, как там индексируется сайт, как он будет в топах, как он не будет в топах, что для этого делать, как пользоваться немножко Яндекс.Вебмастера и так далее. То есть, такие основы, очень основные вещи. Вот, у них есть курс. Причём мы можем сейчас его посмотреть, нажать на него, просто как он сейчас выглядит. Да, я видел, там лендинг неплохой. Кроме того, что там лендинг неплохой, там все уроки сразу есть с видео вместе. Видишь, вот можно... Ну, естественно. Да, ты можешь вот нажми, и там не только описание, и не только видос, но ещё и, короче, тест есть в конце. У меня просто и видоса нет. Он, возможно, на флэше сделан. Это ужасно. Ну, короче, снова... Давай посмотрим в сурсах. Самое главное, что есть тест, ты можешь себя проверить. Вау. Как в детских книжках, проверь себя. Ну, вот тут именно так, да? Эмбед, лессон, эмбед, да, тут через эмбед сделано. Да, флэш, не-е-ет, ребята, я же теперь не научусь ничему. Ну-ка, если я пользовательский агент включу, айпад. Переделать? Нет. Не переделает. То есть, не будет вебмастеров с айпадами. Видимо, они посчитали, что таких не бывает. Ну, так владельцы сайтов. Они довисишь, на чём они? Не владельцы, вебмастера. Владельцы сайтов не будут это смотреть ни в жизни. Там написано для владельцев. Ты понимаешь? Да, говно, господи. Для владельцев админки сайтов. Курс основные принципы индексирования. И, и, сразу же первый комментарий. Будет, надеюсь, для advanced users. И им отвечают. Про advanced users думаем, да. Но решили пока с новичков начать. Правильно. Потому что в конце будет кнопка купить директ. И всё у вас будет так, как вы увидели в этих красочных и красивых роликах. Ты имеешь в виду... А advanced users очень сложно обмануть на покупку директа. Они жадные. Ты имеешь в виду... Они лучше весь бюджет на рекламу себе заберут. Так надо тогда ещё сложнее эти уроки. Знаешь, ты делаешь сложнее уроки. Чувак запутывается. Просто нажимает кнопку «Проплатить Яндекс.Директ». Проплачивает. Всё у него хорошо. Так я уверен, что в эти видосы, если бы я их мог посмотреть... Возможно, их потому от меня и прячут за флешем. Чтобы я не узнал, что там просто директ, 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 директ. Яндекс.Каталог. Оплати платную позицию в Яндекс.Каталоге. Яндекс.Карты. Повысь свои позиции. Нет, а если о добром? Вот давай думать просто по-доброму. Если реально вот наши тётеньки и дяденьки, которые освоили 1С-бухгалтерию, освоят ещё и этот ужас. Чё будет? Вспомни этот ролик, где мексиканец ржёт на шоу. Ну. Там есть один момент, когда он тоже чуть-чуть такой типа... Так, нет, нет, ладно, давайте сейчас, давайте о добром. А после этого всё равно начинают ржать, потому что... Директ! Вот ты... Нет, я уверен, что как раз они то и делают, что сейчас директ тоже будет весь такой красивый и роскошный. Так. Я живу красиво, я живу роскошно. Ага. Вот. И да, как раз его и делают таким, чтобы даже те, кто освоили 1С-бухгалтерию, смогли им воспользоваться. Угу. И тем не менее, и тем не менее, давайте учиться улучшать сайты вместе. Команда Яндекс.Вебмастер. Им даже джингл надо крутое записать. Каждый урок состоит из нескольких частей. Вначале описывается его суть, а затем подробно разбираются основные вопросы, возникающие по данной теме. Далее идёт небольшой видеоматериал, в котором показывается, какие надстройки нужно сделать, чтобы избежать описанных выше проблем. И причём потом, как на радио, на радио уже дорогая реклама. И там в конце... Контент только для тех, кто там достиг 16 лет. Очень быстро так говорят. И вот он, давайте учиться улучшать сайты вместе. Команда Яндекс.Вебмастер. Вот так это будет. Ну просто, смотри, смотри, смотри. Короче... Опять сейчас... Давай, давай, серьёзно, серьёзно. От доброго. Серьёзно, серьёзно. Если есть, можно ли было интересно подамутиться и сделать такой курс обучающий до этого, обходя Яндекс? Да много уже таких. Ингейт. Чёрт, я не собирался не называть названия. Да, такие есть, к сожалению. Или к счастью, не знаю. И они сейчас, возможно, обанкротятся. Ну они-то и для адванс-юзеров делают. Понимаешь, у них пока ещё есть время, но другие рельсы свой бизнес переделают. Понял, понял. Ну и они всё равно будут позицировать то, о чём Яндекс умолчал. То, что контент только для тех, кто там 16 лет, всё в конце так же скажет и всё. Ну то есть, наши слушатели технически смогут сейчас это посмотреть? И, так скажем, их не отвратит этот курс? Да ну, ради прикольчика, там можно что угодно посмотреть вечером перед сном, понимаешь? И не только такие вещи. Я согласен. Какие непотребства, кроме основ принципа индексирования? Ну давай к дизайну. Яндекс Эксперт. У меня вот здесь в тайтле Яндекс Экс. И у меня другое немножечко слово с Экс ассоциируется. Экс Вайв Яндекса. Да. Так, Дизайн Шек. Отличный блок. Один из моих любимых по принципам дизайна. Несмотря на то, что он не самый крутой, не самый хай-течный, то здесь даже в сайдбаре, если ты посмотришь, иконочка Твиттера всё ещё старая. Птичка ещё не взлетает вверх, она ещё пока летит по прямой вдоль земли. Так, окей. Не соответствует гайдлайнам. Здесь статья называется «Десять причин, почему самый хороший дизайн невидим». Ну тут сразу вспоминаются все цитаты, что типа «хороший дизайн как хорошая шутка, если приходится объяснять, значит, говно». Да, да, да. Вот это всё. Ну мы пройдёмся. Первое. Всякие... Чёрт. Короче говоря, всякие ваши финтифлюшки, я вот это слово хочу использовать, они не продают на самом деле. Здесь говорят о том, что одна из самых больших ошибок дизайнеров – это использование всяких трюков, прикольчиков, которые вы подсмотрели на код-дропсе. Так. Ну короче, свистелки-перделки. Красивости, да. Да. Они на самом деле не всегда помогают, некоторых людей не пугают, и это, как я говорил неделю назад в подкасте, спросите маму-папу, вот вам удобно пользоваться, всё вы тут понимаете? Ну только если это у вас не сайт для веб-мастеров, там, где уже... Да, да, где точно уже люди понимают, точнее владельцы сайтов, как ты говоришь, точно понимают, кто к ним придёт и что от них хотят. Для всех остальных вещей, которые вы делаете для людей, надо вот такое спросить, потому что всегда задавайте себе несколько вопросов. А что я хочу достичь вот этой техникой, вот этим вот анимацией красивой, полупрозрачной? А действительно ли оно взывает к эмоциям пользователя и вот к взаимодействию? Хочется ли нажать на эту кнопку? Возможно, пользователям всё ещё хочется нажать на те кнопки, которые были в старых OS X, которые лизнуть хотелось, которые как леденцы. Может быть, всё ещё они как бы нужны вашему пользователю. Почему именно я использовал эту технику? Как часто она везде использовалась? Если вдруг это сильный авангард, её не поймут. Это ладно в андроиде уже, если шрифт работы используется, это значит стопудово его уже можно в интернете везде использовать, в рунете. Потому что он... я вот так с ужасом выясняю, что у многих андроид в России. Да ладно! Да ну нахрен! Так вот. И на самом деле, несмотря на то, что все эти вопросы вам подскажут ответ, лучше всегда использовать меньше всяких свистелок. Но только если ваши... Сейчас все напишут в комментариях, как обычно, а у нас заказчик попросил именно вот так, именно это специально, потому что там он тупой, там всё. Ну, а вы пытаетесь как-то вот лавировать, лавировать, да не вы лавировать. В смысле? А может быть, вот наши эти советы, они, мне кажется, неприменимы к тому, что тебе заказчик сказал свистелки-перделки. А тогда отпусти всех заказчиков, сделай свой проект мечты. Живи для тебя. Такой, как юмор-дизайн. Подожди, окей, давай. Это очень понятный пункт для темы инвизибл-дизайн. Давай второй, мне прям интересно, что там. Вот те незаметные математические принципы, которые наш друг Саня не любит, видимо, потому что не знает. Но он нас не слушает, всё равно, поэтому как бы можно любые гадости сейчас по нему. Золотое сечение. Да, да, золотое сечение, золотые коэффициенты, система гридов, колонок. То есть для пользователя это вообще невидные вещи, вообще невидные. Особенно, ну, то есть если ты это нормально сделал. Есть как бы сайты, в которых гриды специально пунктирчиками обозначены, это типа кич. Чтобы у тебя создавалось впечатление, что тут всё прям по-инженерному точно, всё круто, прикольно. И тогда да, хорошо. Но мы сейчас не об этом говорим. Так вот, что все эти штуки, они действительно создают гармонию. Но это, как знаешь, музыкальная гармония. Ты если знаешь, что ты гармонический минор здесь использовал, ты передал настроение, там, то такое, такое. Или там мажор, ты сразу гимн. Люди не понимают того, что ты здесь использовал ту-то или ту-то гамму. Они просто понимают, что они сквозь комбинацию таких-то нот и таких-то там переходов на тон-полутон, они получают какое-то настроение. Вот здесь то же самое. Но здесь, естественно, ух ты, мне форум сварщиков пишет. Как тебе? Хорошая информация? Ну и что там, естественно? Так вот, они, естественно, здесь дают перелинковку на статью, на этом же блозике. Блозике. Блозике Design Check. Про то, что у них есть статья про математический прикольчик. Сейчас посмотрим, как она называется. Ты имеешь в виду... Intentional or not? Mathematical Theory in Design. Типа, умышленно или неумышленно вы это используете? То есть, есть люди с оврожденным чувством прекрасного, на самом деле. Есть с вырожденным. Да. У которых выродилось уже в процессе жизнедеятельности. Вместе с продуктами жизнедеятельности. Если он выродился... Так, собственно, у них продукты жизнедеятельности не получают. Да, да. Так вот, то есть, есть у них другие статьи по этому поводу. Следующий пункт... Нет, стой, стой, стой. Я хотел сказать, подожди. Ты вот классно сравнил с музыкой. Мне понравилось. Это, знаешь, как, типа, музыка, ставишь воду, и у них молекула воды становится, там, как снежинка, там, красивая. Куда ты воду ставишь? Знаешь, иногда ставят стакан с водой в комнату, чтобы увлажнять воздух. И реально, есть такие сухие комнаты, как у меня. У меня вот есть аквариум, и там за сутки пару сантиметров воды испаряется просто нахрен, потому что очень жарко, сухо и вообще. Ну нет, нет, это я про то исследование, там, где, типа, музыка... Да я помню, что структуризация... Вот, и также это влияет на пользователя, который смотрит на дизайн. И я хотел... Если ставить дизайн рядом с пользователем, красивым, он тоже реструктурируется. Снежинки, цветочки, вот это всё. А если плохой дизайн, то как под black metal, всё, раскристаллизованное. Да, да, да. И пентаграмма, естественно. Я хотел ещё сказать, что вертикальный ритм к этому относится. Да, естественно, это же тоже математический принцип, да, согласен. То есть система гридов, на самом деле, горизонтальные гриды — это, ну, колоночки, или, наоборот, вертикальные. Да, это вертикальные гриды — это колоночки, а горизонтальные — это линеечки. Вертикальный ритм, он как раз по линеечкам всё делает, так что технически здесь это имеется в виду, когда говорит «the grid system». То есть не обязательно вертикальные, но и горизонтальные гриды, но верно подмечено. Коллега. Да, третий цвет. Color has plenty of meaning. То есть цвет имеет множество значений. Ну, тут, естественно, надо, как обычно, вспоминать, что в разных культурах там разный цвет имеет разные значения. В Европе пурпурный всегда означает богатость, потому что у всех королей всегда были пурпурные мантии. А где-нибудь в Египте пурпурный означает ИГИЛ. Вот так вот сразу. Или в Ираке. Кстати, ладно, ничего. Не без кстати. Сегодня без кстати обойдёмся. Подожди, то есть если я делаю для пользователей из племени майя, то я должен именно их... Ты должен учитывать, да, если сугубо на них таргетируешься. Ну, то есть ты же сам понимаешь, для татар и башкир зелёные цвета, они имеют определённое значение. Тоже там богатости, роскошности и так далее. Поэтому все халяль-продукты всегда рекламируются в зелёно-жёлтых тонах, потому что они располагают к ним. А мы с тобой думаем, что это органические продукты. У нас зелёный немного другое действие оказывает, но мы и не думаем про эти продукты, я надеюсь. Не, ну ты имеешь в виду инвизибл дизайн в том, что ты не заметишь, но тебе это под коркой как-то останется. Конечно, конечно, конечно. Ты не будешь анализировать. Большинство людей нихрена не анализирует в своей жизни, к сожалению. Они просто понимают там то-то, то-то и то-то, поэтому... Окей. Допустим, даже дезодорант. Дезодоранты же разных цветов, вот аксы, они разных цветов. Да. И ты по цвету можешь примерно понять, какой будет аромат. Это незаметный дизайн. Он, конечно, заметный до хрена, но ты об этом не думаешь. Здесь же инвизибл не в том смысле, что он транспарентный, а в том смысле, что ты это не осознаёшь. В том, что это бессознательно происходит. Копи can engage and wow. Копи в значении то, что пишут копирайтеры. Короче, контент. Текста. Текста могут вовлекать и удивлять. Ну, здесь как бы никаких вопросов нет. То есть, какой язык ты используешь, так ты и располагаешь к себе. То есть, на сайтах типа Medium, там всё так достаточно неформально. На Vimeo, помнишь, на Vimeo всегда всё неформально. Да. Эй, ты привет, красавчик, ты там загружай к нам свои видосы. Хауди. Да-да-да, и так далее. А если вам, ну, ты делаешь сайт для агентства недвижимости, то там сэр, мэм, там я не знаю. Сэр, мэм, все с папочками улыбаются. Да-да, все классические стоковые фотографии, которые 200 тысяч раз уже использованы были. То есть, здесь, ну и да, да. И да, поэтому да. Я даже не знаю, что тут ещё сказать, но... Здесь ещё говорят о том, что можно иногда визуализировать некоторые слова. То есть, стоп обрамлять в красный, там, этот... Чё это, шестиугольник? Или восьми, девяти? Можно в круг. Да, можно, ну, в круг кирпич. А-а-а. А тут именно стоп сайн, он же обычно в таком, как бриллиантике. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьми. Там он, по-моему, именно с вот такими... Чёрт, ну чё, я сейчас загуглю и посчитаю. Стоп сайн. Это, мне кажется, чисто американская. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, восьмигранник. Американская? Я думаю, что у нас нет такого знака. Я, честно говоря... Да есть у нас такой знак. У нас стоп по-русски на чёрном. Чёрный по-белому. Согласен, да. И у нас это просто против... Вместо этого главная побочная дорога. Ну. Так, ладно. Минутка правил дорожного движения от YouWapDesign. Дальше. Simple is easy to understand. Buy now зелёное, видишь? То есть, прям надо купить. Да, халяль. Simple is easy to understand. Это очевидно. То есть, чем проще, тем лучше. Это все цитаты Пола Ренда или там Дитера Рама. Я точно не помню по поводу того, что там... Самый крутой дизайн. Это там тот, из которого вы ещё можете там что-нибудь убрать. Ну, как обычно. Короче, всё должно быть просто и так далее. Вот там C-RAM какой-то. Какой-то C-RAM. C-W-C-RAM объясняет, что Genius is the ability to reduce the too complicated to the simple. Вот гениальность. Это возможность уменьшить со сложного к простому. Вон там реклама, вот, которая креетит. Отлично. Я обожаю эту рекламу. В некоторых вариантах, в длинненьких, при наведении, а там цвета ещё чуть-чуть меняются. Вау. Вообще супер. Readable text should be the focus. Фокус. Короче говоря, важно readability. Читабельность текста важна. Не использовать вензельные шрифты, а использовать работу, опять же. Потому что если чувак не может прочитать, что ты написал, то сразу автоматически не имеет значения, что ты написал. То есть readability, это важно. Здесь об этом, что должен быть контраст, расположение, то есть white space вокруг, размер, плотность, организация. То есть, опять же, что можно без цветов, на самом деле, передать полностью всю иерархию, только увеличивая жирность, размер шрифта. Ну, как обычно, начертания, наклонность, хренонность, подчёркиваемость. Здесь они, естественно, опять же, по перелинковочке дают ссылочку на свою статью. Точнее, не свою. Вау. Статью на Smashing Magazine. 10 Principles for Readable Web Typography. Ну, мы в нашем пабличке на ВК очень часто, да, выкладываем вещи про типографику, какие-нибудь инфографики, статейки, прикольчики. Поэтому не пропустите. Подписывайтесь, кстати, на нас во всех соцсетях. Контент только там больше 16 лет. Хочется тоже это записать. Блин, надо послушать радио, вспомнить, как именно они там говорят. Это обычно после этих, после анонсов кино, по-моему, говорят. Да-да-да. Потому что там очень быстро там. Новый там фильм, там Размылом, Сан-Андрес. Только там тот... Седьмой пункт. Interactions should work seamlessly. Все взаимодействия должны быть незаметными. Но это здесь можно расценивать и как то, что анимации 60 FPS, что у тебя не должен глаз различать, что что-то там резко подернуло сета. Все меняется и все круто. Но так же самое может это относиться к тому, что страницы должны быстро загружаться. То есть надо быстрые сайты делать. И поэтому пользователь не будет ничего замечать. Но здесь еще написано, что такой распространенный пример, это когда вы пишете e-mail, и красная линия подчеркивает слова, которые неправильно написаны. Это взаимодействие с тобой. И они очень незаметно так происходят. А зато пользователь очень точно знает, что это значит, что ему надо сделать и какого хрена. То есть это уже на подкорке просто. Из вордов, из всех там программ. Вот в OS X он по дефолту все везде подчеркивает. Я, естественно, везде отключу, чтобы как раз те самые ошибки делать, которые я в описаниях, в паблике к новостям делаю. Дизайн should mirror reality. Ну, здесь, опять же, не обязательно про скеломорфизм сразу вспоминать, что дизайн должен отражать реальность. Но просто суть в том, что, допустим, если стрелочка вверх, здесь пример такой приведен, то она должна означать подняться наверх страницы или увеличить звук, или еще что-нибудь увеличить. Есть такое в рекламах. Да, и все, когда вы там, вот этот вот pinch to zoom, который Apple пыталась запатентовать, не знаю, запатентовала в итоге или нет. Что за pinch to zoom? Ну, вот так, двумя, вот этот вот жест, что ты с двумя пальцами раздвигаешь, чтобы увеличить. То есть это же очень нативно. Ты прям понимаешь, что это значит. Ну да. Чтобы развернуть это, один палец прижать, вторым поворачивать. То есть вот это все, оно интуитивно понятно. Кстати, когда был, еще третья ось, iOS, было прижимание Tweety, клиент для Твиттера, который потом перерос в официальный Twitter for iPhone. А я, кстати, еще когда не перерос, я его покупал, он платный был. Я реально им пользовался. То есть я знал, как ванга, что покупать. А там-то что? Так вот, я сейчас что вспомнил, там был pull to refresh вот этот, что надо потянуть, чтобы обновить. А сейчас разве не так? Это придумал. Тот чувак, который придумал это прижимание, он это придумал. Apple у него выкупила на это права. Охренеть. Да, это он это полностью придумал. Apple выкупила права, а теперь все используют. Ну, я не знаю, они там, может быть, судятся со всеми. Но это именно тот чувак, который сделал этот клиент для Твиттера, придумал это взаимодействие. И сейчас уже оно нам кажется настолько нативным, настолько очевидным. То есть он прям как-то умно это придумал. Вот к вам, кстати, к вопросу о invisible design. Вот это охренительное дизайнерское решение. Опять же, я забыл сказать в самом начале этой статьи, что обычно, когда говорят дизайн, все говорят про визуальную составляющую. Нет, дизайн это то, как работает ваш продукт, проект, вещь там и так далее. То есть, ну, вот я прям поражаюсь, когда люди настолько гениальные вещи какие-то придумывают. Это просто охренеть. Девятое change is not always obvious. Здесь говорят о том, что изменения, которые вы производите, не должны быть очевидными. То есть вот здесь чуваки пишут, что когда они делали сайт, какой там The Verge, по-моему, да, The Verge, когда пошли ретины iPad'ы, то есть дисплеи высокой четкости, и потом после этого ноутбуки, им пришлось сменить шрифт именно для ретины экранов, чтобы он, ну, потому что он сразу худенький, такой тоненький становится. Вот даже на VK, если зайти с обычного макбука и потом с ретина, невооруженным глазом видно, что шрифт меняется. А на самом деле шрифт не меняется, просто на ретиной экране он рендерится тоньше, уже меньше, и мне на самом деле больше нравится. Но The Verge, ребята, они хотели, чтобы был experience полностью одинаковый на всех девайсах, и они подставляют другой шрифт на ретиной экранах, чтобы он чуть-чуть похоже выглядел на тот, который на нерете на экранах, чтобы никто вообще ничего не заметил. Но они типа поработали над этим. То есть тут вопрос в том, что их это дизайнерское решение, что вдруг, опять же, никто не подумал, что это фишинговый Verge. Хотя у них и так отсенс на всю главную сверху. Но тем не менее, то есть никто, чтобы ничего не заметил, не начал вдруг читать The Washington Post, не дай бог. После этого. Или The Huffington Post, да. Поэтому... И Create Design Magic. Ну здесь, естественно, там бла-бла-бла, все мы все любим, используйте и трюки, и всякие свистелки-перделки. Вам... Вы, как дизайнер, всегда должны взвешивать все возможности, техники, инструменты, которые у вас есть для каждого конкретного. Ну, короче, это практически и вывод, в том числе. Но, да, используйте всегда любые свистелки-перделки с каким-то вот пепосом. Вот делайте вы сайт для завода фейерверков, пусть у вас будет анимация со взрывом, там, каким-нибудь, что-то еще. Это супер ожидается. Угу. Делайте журнал при... за открытии новой новости какой-нибудь, сделайте анимацию, что газета вот так бла-бла-бла-бла-бла в середине крутится, и там, оп, вот так вам все. Это же гениально вообще. Это как раз та самая дизайн-мэджика, которую они имеют в виду, но у которой есть пепос. Читатель этого ожидает. Это сразу прям... Опять же. Думаешь, считают, да? Да, мне кажется. Ну и конклужен. Good design, when it's done well, becomes invisible. Они закольцовывают. Как это композиция поста, Керри в начале об этом говорила, и в самом конце она опять это говорит, и говорит, естественно, что вообще там... А, ну она то же самое говорит, что я хотел сказать в начале, что обычно, когда говорят дизайн, думают про визуальное, на самом деле это и то, как ваш юзер чувствует ваш продукт, это тоже дизайн, там, бла-бла-бла, все круто, переходим к следующей теме. Ну давай. А какая у нас следующая тема? А я вот знаешь, что? Мы знаешь, как подведем? Вот ты про пепос как раз говорил в дизайне, да? Вот, допустим, material design, он подходит под этот invisible, вот все эти принципы? Ну, там очень много в материальщине очень много крутых вещей, очень много крутых находок реально. То есть, на самом деле, из-за того, что они используют материю, из-за того, что они используют вот этот three dimensions, dimensions, что что-то находится перед тобой, и оно важнее, это очевидно. Ну, то есть, допустим, у тебя срач на столе, но сверху лежат самые важные вещи, потому что ты ими там в последний момент пользовался. Поэтому вот эти кнопочки, которые висячие сверху, снизу, как, например, вот эта вот кнопочка scroll to top, которая здесь слева наверх появляется, вот теньки добавить, и прямо она бы сразу выделялась. Я прям понимаю, что она важная, на нее сразу обращаю внимание, и я не очень, как бы, задумываюсь, да, технически это подходит. Ну да. Ну, кстати, вообще, вот на той неделе прошла конференция Google I.O., то есть, их ежегодная суперхрень, и у меня даже в ленте не было никаких новостей по этому поводу. Как так? Как-то вот не интересуется никто? Ну, понимаешь, суть в том, что у тебя, видимо, просто Google не интересуется. Ну, да ладно, Google, когда проходит Apple'овская конференция, Интересуются все, даже кто вообще. RT пишет об этом. Всякие просто чуваки, которых я по политике читаю, пишут об этом. Соседи мои пишут об этом. Ну да. То есть, это прям событие, прям событие, событие. Вечером по телеку нам Киселев говорит об этом. Совпадение? Не думаю. Про Apple говорят, про Google не говорят. Ну так вот, на этой конференции она все-таки серьезная. Как бы нам ни казалось, вот тут очень серьезное вступление, как Олимпиада практически, заставки. Вот тут, если вы видите фотографии, там на красивых экранах, там... Там какой-то Mario Kart. Там Mario Kart какой-то. Короче говоря, это реально серьезная конференция, которая прошла. И они сказали новинки. Что будет? Что будет в Android? Я думаю, все, кто интересуется Android'ом, они так или иначе знали, что будет. Они, во-первых, знают, что первое лицо компании, это оказывается Сундар Пичай. То есть, опять же, какие-то индусы. Да, 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 да. Так же, как и в Microsoft. Ну, хоть не гей. Хотя бы, да. Но здесь они пишут. Отдельно отметим внимание компании к развивающимся странам. Ну, то есть, к своим они, опять же, обращают внимание. Я не знаю, что из этого главным выделить, но немножко пройдемся по списку. Здесь они так же, как и Apple. Здесь все будет так же, как и Apple. Настроитесь. Подожди, подожди, подожди. Просто, это прям... Просто настроитесь. Во-первых, они также заключили с HBO контракт, как и Apple, что будет, можно будет смотреть «Игру престолов» на Android TV, можно будет смотреть там все популярные сериалы с HBO. Знаешь, что удобно? Android TV вот представили, да, все новинки, которые там нас на этот год ждут. А DubDubDC, на котором все ждут новое Apple TV, он только через неделю. Они сейчас через неделю переделываются. Так, 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 надо еще с этим успеть, с Netflix заключить. С Netflix там тоже есть. И мы первые в мире, кто заключили договор. Да, да, да. Мы знаем, что все уже знают, что мы... Но мы пошли дальше. Билл Шибер, как обычно, с рукой в кармане это будет говорить. Прям я жду, жду, уже жду. Вот. Была представлена Android M Developer Preview, то есть, я так понимаю, превьюшка новой оси Андроида. Непонятно, будет это 5.3 или 6.0 Android, но кодовое название Android M. Android M, то есть для мобильных. Вот. Собственно, ну и началось вот дальше небольшое описание про то, что все спорили. Ты говоришь про приложение, ты мне рассказал. Я вот это забыл, что приложения на Андроиде не работали без разрешения к доступу, к чему-то. Да, подожди, слышь, я просто чуть-чуть вернусь, я еще не проскролил. Ну. Оказывается, M это, скорее всего, первая буква какого-нибудь маффина. Потому что Android L был год назад, и он переделся в Lollipop. Ага. То есть, возможно, это... Значит, 5.2 будет, получается. Возможно, да. Ну, нет, может быть 6.0, но тоже M. Android Манчкин какой-нибудь, не знаю. Окей. Ну вот как. И, да, что-то еще быстрее очень хотелось... А, можно уже скачать Developer Preview. Все, конец. Можно скачать. Тупая информация, не нужная никому. Кто у нас... Напишите в комментариях, если вы скачаете себе Android M Developer Preview. Да, я уверен, скачают. Ну, вот сказал, в России больше Android. Я хочу, чтобы написали в комментариях. Хорошо. Ну вот, и, короче, погнали. Небольшие нововведения. Наконец-то, как и в iOS, можно будет разрешать доступ только каким-то небольшим, так скажем, деталям приложения. То есть, допустим, если вы не разрешили доступ к микрофону, вы разрешили там к камере только. Ну, хотя бы можно будет включить приложение без разрешения ко всему подряд, потому что там ты накатил с Google Play, жмешь открыть приложение, и он первый раз вам будет предоставлен доступ там к картам, бла-бла-бла, тут-то-то, все полностью. Если ты нажмешь нет, он просто закроет приложение. То есть, на айфончике ты можешь даже Инстаграму запретить к фотокамере доступ, и только ленту читать, самому фоточки свои не выкладывать, и когда ты будешь жать на нижнюю кнопочку там снять, как ее называть нахрен, оплогат, то он скажет, типа, чувак, ты вообще не включил доступ к фото, вот зайди, пойди в настройки, мы тебе предлагали, ты не закатил, теперь сам иди в настройки и ставь. Но это же всего лишь вопрос юзабилити, получается. Это вопрос того, что круто все теперь, более или менее. Круто все, это я сейчас что-то зря сказал. Дальше, про веб-браузинг. Типа что? Chrome Custom Tabs, я так понимаю, это технология, или как сказать? Короче, вот этот мобильный Chrome, который есть на Андроиде, да, он будет показывать такой интерфейс, как у приложений, чтобы мы, вот знаешь, ты когда смотришь на браузер, он какой-то нестабильный, а вот приложение, оно как-то стабильно выглядит, когда ты смотришь. То есть информация, которая у нас в приложении, она выглядит, как бы, ты ей доверяешь, а вот в браузере, то, что находится, ты не так этому доверяешь. Ну, это знаешь, у меня батя так делает, он вот, я ему, он говорит, вот чё, где новости читать? Я ему, естественно, наши ватниковские ресурсы, типа аэртеговые, говорит, а есть у них приложение? Я говорю, тут чё сайт, мне приложение интересное. Вот, хотя, хотя ты можешь спокойно сделать ссылочку на рабочий стол, вот это. Ему всё равно, там интерфейс будет не тот, вот всё, что ты сказал, это реально работает. Опять же, на примере мамы и бати, а есть вот приложение, вот, и одноклассники, вот одноклассники удобнее же из приложения заходить, или в ВК. Вот, они хотят, чтобы хром выглядел. Вот попробуй посидеть на Твиттере через Сафари на телефоне. Охренеешь. Там все даже, вот есть вот приложение. Так не, ну и на ВК тоже с мобильного. Ну, само собой, да. Тоже противно. Хотя, оно, типа, сделали вроде, типа, удобно, но противно. Вот прям вообще ни в какуху. И я, тем самым, это означает, что они хотят, чтобы ещё больше хромом пользовались, чтобы в приложение не уходить. Чтобы Google Ad, пока, именно Google Ad. Это новая технология от Google. Ну вот, да. Чтобы Google рекламу, короче говоря, все смотрели, читали. Хотя в приложениях её тоже даже опыт, но тем не менее. На презентации был представлен Android Pay. Ужас. Вот это ужас. Вот это никак у Apple. Никак у Apple, нет. Android Pay, короче, можно будет так же везде, где... А что это такое, Android Pay? Технология. А то непонятно же, что это такое. Она будет на всех Android аппаратах, поддерживающих NFC. И сможешь платить с помощью Android Pay. Где? Какие же партнёры есть у Android Pay? Ну, как, Мэйсис, например. Мэйсис. Вау, можно будет туфельки купить. Бест Бай, например. Геймстоп. А где Мэйсис? А, вон вижу, со звездой, точно. Да-да-да. И, допустим... Американ Игл. Можно будет полоскученные джинсы покупать. В Subway похавать можно будет. Вау. Просто приложил телефон и похалился. И в Маке. И в Маке. Более того, Android Pay будет встроен ещё в приложение, например, в Uber. Что за Uber? Такси, такси заказывай. Ага. То есть, и с приложениями можно будет расплатиться сразу с телефона, получается, так? Главное, чтобы спросил хотя бы. Доступ дал. Ну да. Просто посмотри, Hotel Tonight, насколько крутой у них логотип. Это же кровать, твою мать. И буква H. Ну-ка, это где? Покажи мне. А, да, да. Это просто охренеть. Я вот не знал, не видел. Это... Это и кровать, и, может быть, стул, и буква H. Ты сразу видишь. Тебе сразу... Ты сразу понимаешь, что ты bed and breakfast сразу. Это же... У нас же знак дорожное движение. Отель, там тоже такая кровать. Там, по-моему, подушечка ещё есть, конечно. Но они забрендировали. Но это просто гениально. Они гени. Я просто охренею. Так и типа, Hotel Tonight, он типа лежит уже. Естественно. То есть это... Ну, кровать. На кровати обычно как бы, да. Кровать обычно как бы лежат. Вот. Ну, короче говоря, пишут, что вот этот Pay будет хорошо работать с Android M, естественно, вкупе. Но я не понимаю, то есть до Android M этот Pay будет работать или нет, если у меня лоли будет? Зная поддержку Google предыдущей системы, не будет. Вкупе с Android M будет работать ещё лучше, то есть хотя бы работать. Хотя бы работать, окей. Сканер отпечатков пальцев. Не слезали. Но я понимаю, что в принципе все технологии двигаются. Это резонно, да. То есть это можно ожидать. Отпечатки пальцев ещё в фантастике 80-х годов использовали для защиты, поэтому, ну, да. Открытые API, мы, наверное, они будут говорить, что мы ничего нигде не храним. На самом деле, в подкасте Radio T я думаю, они достойны рекламы. Во-первых, потому что это охренительный подкаст. Во-вторых, потому что нахрен на наши рекламы не сдавались. Так вот, там обсуждали, когда Бобок рассказывал, как они в Яндексе новую двойную аутентификацию сделали, точнее, даже не Бобок, там он Володю ещё приводил, друга из Яндекса, там дополнительный специалист. Да-да-да-да. Он рассказывал, насколько уже именно с точки зрения разработчиков, как вот эти тач-эдишные штуки хранятся. И реально они никуда не отсылаются, и они в таких зашифрованных вещах там хранятся, что хрен кто чё просыт. И ещё и не в песочнице это всё, там в своей внутренней как-то хрени. Нет, ну а человеческий фактор, то есть реально подкупили людей, чтобы слить базы, там, я не знаю. Ну какой человеческий фактор, если это у тебя фактически не покидает телефон? То есть реально не покидает. А если он наврал? Вот такой фактор. Говно, а? И они сквозь радио Тис, их большую аудиторию, Apple ему проплотили, чтобы нам мозги запудрили. Чтобы мы у себя во всех приложениях внедрили поддержку Touch ID, как в Сбербанке онлайн. Но у них там может быть это заговор, они просто все врут нам, что они не... Ну может быть, это... Когда ты API к Touch ID доки открываешь, там сверху написано чуваки, всем врите, что у нас всё норм, пожалуйста. Да, да. Если вы... Если вы... вас просто, пожалуйста, не устраиваете, скидывайте нам реквизиты, мы вам скинем бабок. Только не говорите никому. Дальше. Мне нравится следующая технология, она прикольная. Doze она называется. Doze. Хорошо, хоть не Dobe. И это реально прикольно. Я не знаю, есть ли что-то такое на аппаратном уровне в Apple телефонах. Вспомни, мы в 11-м году с тобой смотрели презентацию, где Фил Шиллер рассказывал, как на макбуках, даже когда ты Safari свернёшь, там все вкладки сразу потухнут и не будут жрать твою батарею. Есть. Вот. А здесь внедряют в телефоны, значит, что будет, типа, технология будет палить, когда ты сильно пользуешься телефоном, когда ты не сильно пользуешься, и вводить в более спящий режим, чтобы меньше, как бы, батарею жрать. И естественно... Они молодцы, наконец-то. Уже 5 лет шутят про то, что чуваки с андроидом носят в портфеле отдельный аккумулятор. Это, знаешь, я помню, мы с тобой ещё когда в УЗе учились, перед нами стояла тёлочка в столовке, и у него был портрет, рюкзак, и на нём андроид сзади, и я сфоткал, в твиттере выложил, поржал, что у него это батарейный блок целый, в рюкзаке сзади к телефону. Было смешно в тот момент. Вот, да. USB Type-C включили в Android M. Ну, слава богу. Кстати, я вот думал об этом. Возможно, в новых айфончиках тоже сделают USB Type-C, а не Lightning. Да? Ну, могут. Будет двухсторонний USB Type-C, супер универсальный. Ну, так, я как бы в плане бреда, я просто к тому, что. Хотя, наверное, они... Ну, просто USB Type-C поразительно напоминает Lightning. Он тоже двухсторонний, тоже тоненький, тоже маленький, тоже прикольненький. Может быть, Apple сольют в пользу него. Не знаю, не знаю. Android MDP. Дальше, понимаешь, Android MDP. Ну, это же так, вышел для developer preview. Не точно мы подумали. MDP Android... Да, короче говоря, Android Wear. Я вот это не совсем понял. Они уже давно этим кичатся, что у них есть Android Wear. Или они... Android Wear, да. То есть, технология есть, опять же. Я... Столько технологий этого в Android. Мне сейчас придется загуглить, потому что я про нее слышу уже точно больше года. Но я так и не знаю, работает она или это все еще обсуждают концепт. То есть... Android Wear это версия операционной системы для носибельных устройств, носимых устройств. Типа часов. Да, 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 да. Платформа анонсирована 18 марта 2014 года. Ну, как я и сказал, год уже базарят про это. Ну. Поступили в продажу некоторые вещи. То есть, это уже работает. Все. Android Wear это версия Android для носимых устройств, и она уже работает. И ее дорабатывают и улучшают. Вот. И они, естественно, то, что они дорабатывают и улучшают, они это все озвучивают, что это все будет лучше работать, что ты с руки, окей, Google говоришь, в часы, они у тебя все слышат, подгоняют тебе такси, там, и так далее. Нет, там, видишь, сказано даже, что некоторые жесты руками. Если ты там, как в правильном положении, будем говорить, будешь встряхивать рукой, то включится... При игре в гольф? Да, хотя бы при игре в гольф, может быть, при чем-то еще. То у тебя на часах включится всякое. Ну, что ты запрограммируешь, короче говоря? Расслабляющая музыка, возможно. Вау. Может быть, что-то еще. Напрягающая музыка? Да, но самое главное, что здесь у них advantage. То есть, я до этого говорил, что Apple теперь будет удобнее свою презентацию планировать по поводу Apple TV. Хотя, наверное, они не за неделю готовятся, но что-то скорректировать, чтобы, типа, у нас круче, чем Android TV. А здесь у Android было преимущество, потому что Apple Watch представили там, ну, когда, уже две было презентации про Apple Watch, и они уже и вышли, и поэтому вот Google знал, чем удивить. У них, может быть, вот этот API про движение рук, он еще не написан даже, но они сказали уже, что у нас такое будет, и тем самым пленили сердца миллионов, миллиардов, возможно, даже. Дальше. Опять же, это уже никак не относится к Android, но просто, типа, что можно будет наконец-то, хотя, что наконец-то? Да, Android-то уже давно везде пихают, прости господи. Да, управление домом. Да. Да. И я вот, короче, мы когда еще были в 2011 году в Америке, в 2011? Да. Там было, на некоторых домах, была табличка, типа, что этот дом, практически управляется с помощью такого-то приложения. реально. Да, я не видел. Ты как-то мне даже не рассказывал. Там реально такие оранжевые таблички, и там типа, ну, они, видимо, не знаешь, как вот у нас на подъездах интерсвязь нахреначивают? Я понял, я понял, греться твою курицу. Вспомни, была какая-то поговорка, не можешь что-то там победить, возглавь. Так, вот Google хочет возглавить это все, потому что их Android, реально, у них так много разных версий, можно вот этот носибельный Android встроить куда угодно, в духовку, в хреновку, в футбольный мяч, и все отслеживать, там, смотреть, руками дрыгать, чтобы у тебя мяч к тебе подкатывался, там, я не знаю, что угодно. И, ну, молодцы, чё. Кстати говоря, про Pinch to Zoom тут даже написано, что здесь что-то используют Pinch to Zoom, то есть, iOS не сильно запатентовали это. А может быть запатентовали, может быть, Google нарывается на иски. Возможно. Короче, почитайте еще, тут еще много всего, но в основном, это такие маленькие нововведения, которые... Про Google Now, я бы мне понравился. Про Google Now? Ну, мне просто понравилось, что у них есть Google Now, их, типа, суперперсонализированный поисковик, но я только теперь не помню, где мы это сейчас видим. То есть, чем это, то OK Google отличается? OK Google, ты спрашиваешь, а Google Now уже примерно знает, что тебе надо. Типа, время 2 часа дня, ты его открыл, тебе сразу пиццерии. Ты один раз спросил про пиццерии, в следующий раз тебе их уже в 2 часа дня предлагают. Так это же уже, скоро у нас роботы поработят. Скорее всего, да. Скоро нам не будут еду уже предлагать, мы будем за нее работать уже. Google Now нас будет погонять. Ну, ну да. Знаешь чем? Зажатием центральной клавиши. Пинь, что зуб. И будут спрашивать нас, какая музыка играет, понимаешь? Он будет надругиваться по полу. Ужас. Да, Google Photo, теперь у них есть разделение на эти. А что раньше не было? Ну, видимо, не было. На месяца, на альбомы, на всякую хрень. А что, кстати, сложно было сделать? Это сделали недавно везде, как будто, знаешь, это, как будто это самое сложное, чем можно было сделать. Ну, ты вот этому загорелому чуваку в синей рубашке, ты скажи, надо было встать и говорить, слушай, мужик, вот что, сложно было сразу это сделать? Вот эти люди, да, 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 вот эти провокаторы, их выводят, расстреливают там в коридоре. Но это стоило того, тем не менее. Теперь можно, бурю эмоций вызвало возможность загружать неограниченное количество фото и видео в качестве до 16 MB. Так, мегабайт? Видео в качестве до 16 MB. В качестве до 16 MB. это фото. Ну, понятно, ладно. И видео до 1080p. Full HD. Да, в облачном хранилище Google. Ура, охренеть, никуда нельзя было, тут сейчас можно. Я, просто, возможно, безлимитно. Я только об этом. Ну, это да. Смотри, они делают, опять же, к вопросу о развивающихся странах. Вот, обрати внимание в флаге, которые они, типа, вот наши смартфоны, как охрененно продаются в говностранах. Так. И среди говностран, почему-то наши. Бразилия, Китай. Китай. Мы. Мы. Ты смотри, у нас даже флаг отличается от остальных. У нас какой-то синий есть. У нас синий нету. У нас синий есть. Да. Все, красный и белый много где есть, у нас синий есть. Потому что белый, это элегантно. Красный, это синий. А синий, не знаю. Ну, не знаю, не знаю. Короче, да, Android у нас, конечно, рулит, потому что, но все-таки девайсы у них дешевле, чем у Apple. Так, если подумать. Ну, очень много девайсов, которые даже ни к Самсунгу не имеют никакого отношения. Про, еще шла и речь об Android One. Мы с тобой выяснили, что такое Android One? Эээ, очередная технология. Выяснили, но забыли, я понял. Оно будет работать на самой последней версии Android M, и одновременно, черт, я хочу теперь загуглить. Уважаемые слушатели, будете хоть знать, что такое все эти Android, Google One, Now? Они, возможно, ржут сейчас, они-то знают. И почему я жду смартфонов на Android One? Не знаю, почему ты здесь. Новая платформа. Черт, это еще, что-то дополнительное к Android M, только One. Нету русской статьи на Вики. Угу. С 14 сентября уже функционирующая, это стандарт, созданный Google для Android системов, что, таргетировано на то, ааа, смотри, что это такое. Ну-ка. Это андроиды для новичков, для тех, для кого это первый Android. Угу. И они, типа, лучше сделаны, уже там, security, все вещи продуманы. Почему тогда не Android First, а Android One? Потому что First долго слишком и писать, и это просто порядковое. Это умно слишком. Первый, Android первый, а Android один. И что это для тупых? Ну, в Америке между количественными и порядковыми числительными очень сильная разница, реально, в восприятии именно. это, как знаешь, единственное и множественное число. Вот примерно в таком же, в таком же этом, у них порядковое числительное, это прям сильно сложно уже. Как, как если бы капсом все было написано, тебе сложно это воспринимать, в отличие от того, как если бы был бы Camel Case, то есть, с названия, ой, с начала предложения заглавная буква. Угу. А тут, вот если все порядковое и числительное, тебе прям противно, ты не можешь понимать, ни хрена, ничего не хочешь, все, все плохо. Поэтому... Короче, на самом деле, как-то ужасно разбираться с этими технологиями Android, я не... Даже гугла именно, технологиями непонятно, или потому, что мы интересуемся Apple технологиями больше. Я вот это не понял, но очень не запоминается, и названия у них какие-то, ну... Ни о чем не говорящие. Ни о чем не говорящие. Apple Watch понятнее, чем Android Wear. Просто понимаешь, Apple Watch это только часы, а Android Wear это для любых носимых устройств. Я понимаю, что они хотят уже что-то... Они все хотят, все сразу. Все хотят, и из-за этого ни хрена не понятно. Как я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платье, вот я гугл, я не хочу ничего нормального называть, я хочу все. Я хочу деньги. Я хочу Android One. Ладно, давай дальше, а то мы зациклились. Мы причем сильно зациклились, а у нас еще целый блок новостей про WordPress. А он сейчас начнется? Да, прямо сейчас. Самая первая новость, она такая причем тоже разговорный жанр. Я хотел как-то обсудить. Ну, Theme Review Team is cracking down on violations of presentations with functionality guidelines. Короче говоря, команда WordPress этих, которые темы одобряют, как Анатолий. Ты имеешь в виду, есть какой-то там... Нет, когда ты на WordPress.org тему свою субмитишь, тебе ее проверяют модераторы. Вот эти люди. Это какие-то ужасные люди. Это хучие люди. Они в Google Ad попадают после посток как спят с женой. Погнали. Так вот, все мы знаем, что закидывают... Закинули. Закидывать туда темы с кастом-пост типами и таксономими нельзя, их отклонят. Что типа только постс и пейджис. Все кастомное, пусть юзеры сами делают. Это типа не дело темы, это дело плагинов. Чистейшая, то есть тема. Да, да, да. То есть тема за презентацию отвечает. Но мы с тобой знаем много тем, которые используют для главной виджеты разные. И в некоторых виджетах есть код, который объявляет кастом-пост типы на самом-то деле. То есть завуалированная хрень. Не понял, это мы говорим конкретно про директорию WordPress. Орг, да. Там тоже есть много изощренных тем на самом-то деле. Особенно в последней игре. И без кастом-пост типов. Туда нельзя кастом-пост типов. А как они вообще там? Потому что это только темы. Это только для вида. И всё. А как ты сделаешь красивый вид без дополнительных каких-нибудь там? Ты напиши, что есть платная версия твоей темы, в которой можно сделать красивый вид для таких-то плагинов. Там для каких-нибудь ВП-рецепты. И именно тот плагин, который все используют для рецептов ВП, прям у него будет красивый вид в этой же теме. Ну то есть, да, элементарно портфолио тоже самое. Да, и ты можешь просто даже не то, что у тебя есть платная версия темы, а просто в этой версии, в этой теме поддерживается Бадди Пресс. Ну ты же в Бадди Пресс весь не включаешь с собой в эту тему. Ну да. И ты можешь написать поддерживается ВП-рецепты, но не делать самому кастомный пост тип рецепты и вот именно его поддерживать. Понял, понял. То есть, они заставляют, чтобы тема отвечала только за внешний вид. Никакого функционала вообще. Ну и вот. И мы знаем много, когда чуваки вышли из положения вот с этими виджетами на главный. Ну я пробовал лично несколько тем. Там есть типа тимплейт хоум и когда заходишь в виджет ариэс, там есть много типа хоум лефт, хоум райт, хоум центр, там вторая линия хоум виджета. Ну да. И туда ты можешь разные виджеты вкидывать, в том числе типа текст, ну как короче говоря завуалированный пейдж билдер, так это назовем. Ну. И это типа хорошее, так скажем, плюс, хорошее подспорье для тех, кто эти бесплатные темы ставит, потому что вау, там пейдж билдер прям встроен в WordPress.org бла-бла-бла. Ну так вот, лавочку прикрывают вот эти модераторы, которые в Google Ad попадают. Ну. Вот, все, и здесь прям дебаты, здесь чуваки, которые там тему делают, сейчас скажу какую. Zeri Flight, да, это одна из топовых тем на WordPress.org. Вот чуваки, которые делают, пишут типа да пошли вы, да говно, до 50% тем используют это, а вы их еще типа не нашли. Да мы уйдем на ThemeForest, и пошли вы. Да, скорее всего, то есть они прям пишут, что а как, а как вот, например, контактную форму сделать без функционала, чтобы она красиво по тебе выглядела, то есть не, ну, вообще логично сказать оформить контакт в форм 7, или Gravity Forms просто, и все. Ну да. Но, или там отзывы, вот надо отзывы, чуваку хочет, чтобы прям в теме это было. Как это решить? Никак. А почему вообще модераторы жестят? Вот мне просто интересно. Потому что все. Кто ими заведует? Кто главный жестильщик? Кто это? Мулинвек главный жестильщик, я думаю. Он прописал им, типа, чтобы на WordPress.com все уходили, там все это вам за бабки поддельно можно включить. Отзывы, не отзывы, там, и там те темы, которые на WordPress.com в VIP-секции, там тоже все есть. Там есть для именно тех, которые в WordPress.com отзывы, вот именно для них там все прописано, как круто все будет выглядеть. Там все уже для вас сделано. Это ужасно, опять же. Ну, в Google Ad попадают, понятное дело. То есть, ну, вот тут несколько разных примеров, как кто там все, всех бесило. И вот пишут, что как раз можно использовать вот наш с тобой класс, KGM Plugin Activation, который во многих премиум темах использует. Ты тему активировал, тебе сразу Notis. С этой темой рекомендуется поставить какие-то плагины. Ты прямо оттуда можешь сразу их поставить, активировать, и типа тебе это будет намекать. Вот они имеют в виду, вот используйте подобную штуку, например. И типа не пудрите людям мозги. Не мешайте. А то, понимаешь, я могу понять, для чего это сделано. Для того, чтобы новые пользователи их не пугали темой. Они не думали, что в этой теме такой функционал, а в этой, это и так. Они, чтобы они все поняли, что тема это только внешний вид. Все. Темка это только CSS и JavaScript. Все. Ничего более. Никакого PHP. Вообще причем. Никакого PHP. Ну, допустим, да, нормально. Но, на самом деле, это, конечно... Но у всех бомбануло, да, я так понимаю? Ну, да, никто особо не рад. Есть плагин, такой FastPageSwitch. Это следующая новость. Да. Мне понравился. На экране EditPage справа есть сменить страницу. И он именно в рамках страницы с селектом, выпадающим списком позволяет... Ты тут сделал, обновить, все обновил, и тебе не надо заходить обратно на список страниц, там слева в сайдбаре. Ты просто... Так, я архив исправил, так теперь контакт АС что-нибудь добавил. Блин, это круто. Это круто, я всегда хотел, правда. Я вот об этом не думал, но, возможно, это такое надо включать в ядро, я считаю. Ну, потому что страница обычно меньше 20, так скажем. Чтобы это еще Аяксом все. Ааа, вау, супер, и в кастомайзере. Да, да, да. Вот, ну, крутой плагин, не мог не сказать, то есть, буквально в паре слов. А дальше, дальше, новость. Сукури, Сукури, те чуваки, которые нашли 100 тысяч CSS-уязвимости в WordPress, там, в JetPack, и вообще везде, делают альтернативу клаудфлееру. Ура. То есть, свою CDN-ку, и не только CDN-ку, но и эту, DNS-очку свою. То есть, полностью альтернатива клаудфлеера. Чтобы, чтобы что? Чтобы быстрее сайты работали. А защищеннее? И типа, естественно, они же, это же Сукури. Вот я, вот тут должно быть. И что, деньги за это просят? Да ну нахрен. Да как так? Я думал, поцеловать в щечку их за это просто можно и все. И сразу понятно, почему они именно сейчас нашли все эти уязвимости в WordPress. Да. Сейчас про них все узнали. Вау-вау-вау, Сукури, крутые чуваки. Опа! Сервис, внезапно. Вот это поворот. А обычные, вот опять же, по мне, владельцы сайтов, ну то есть люди, которые ни хрена не понимают, они смогут сами это там все оплатить, накатить? Я думаю, будет плагин Сукури. Ты его поставишь, активируешь у себя. А здесь ты карточку прикрепишь? Да, да. Карточку ты прикрепишь раньше на Сукури.нет. На сайте. То есть уже у них есть performance. Ты хоть раз, кстати, у них был на сайте? Был. Я здесь как раз тестил время загрузки. То есть вот можно вебсайне.ру протестить, потому что у нас все еще есть некоторые проблемы. Ну и что на вебсайне.ру? Ну из Европы он смотрится прям вообще. 55 миллисекунд. Ну ты понимаешь, да? Да, connection очень быстрый. First byte уже на сотых миллисекунда. Total 200. То есть 200 миллисекунд сайт загружается. Из Токио есть некоторые проблемы 2 секунды грузится. Вот это что, да? Беда. Согласен. Ну, он, кстати, на смарт-тейпе захостен, к слову говоря. Поэтому смарт-тейп далек от Японии немножечко. От Токио? Но вплоть до Лондона все, в принципе, приемлемо. В принципе, приемлемо. Тебя, собственно, оттуда и читают, до Лондона. Лондон, да. Боря читал, почил, теперь не читает. Ну, там есть еще пара человек, которые мне интересны. Человечков даже, я бы сказал. Да. Ну, с Europe Design будет значительно хуже. У нас там темка пока нет. Ты нормально пишешь. А, кстати, значит, с УКУИ, они CDN-ку только хотят еще сделать, да? Еще это в планах. Я, честно сказать, не готов утверждать сейчас. Только, кстати, Europe Design тоже вполне неплох, я тебе скажу. Тоже до Лондона? Ну, Лондон не лучше, Франкфурт лучше всего. И Амстердам. На Майне? На Одере. Ну, нет, на Майне, да, конечно. На Одере это приграничный маленький городок, просто я знаю, потому что я на поездах очень много в Германию ездил, через него едешь, как через Брест. Ага. Так вот, да, на Майне, и тоже все хорошо, кстати, грузится. Я даже не ожидал. Ну, круто. Сукури нам льстит, в отличие от Google PageSpeed, который плюется от Europe Design.ru. Да пошли. Его прям бесит. Я согласен. Печь их. Вместе с их Android One, Google One, PageSpeed Time One, Android LM Pro, да. Ну все, короче говоря, мы все поняли. Помнишь, мы с тобой в каком-то из подкастов рассуждали, зачем Сукури это делает? И мы, причем, с тобой подозревали вот этот вариант. Мы подозревали, что как-то будут монетизировать. Да, будут свою известность вот эту монетизировать. И все, все так и есть. Вот, кстати, Нью-Йорк, из которого тоже могут меня читать довольно-таки быстро. Ну да. Ну, вот так у нас сегодня получилось. Кстати, из-за того, что Google и О 2015 много времени, мы час пятнадцать в данный момент записываем, еще сейчас прощаться будем, минут много. Поэтому я прям даже не знаю, что делать. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме. На Ютьюбе подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте, друзья. И в Айтюнсе. И в Айтюнсе ставьте нам звездочки, пишите отзывы и, в принципе, удачного дня. Будет все хорошо, да. Удачного всем дня. Пока. Пока.